Не хочу винить никого из игроков, что говорили тренеры России и Финляндии после полуфинала ЧМ. 25 мая 2019, 22 одна Сергей Стариков, Полина Стаменкович результат полуфинального матча между сборными России и Финляндии на чемпионате мира по хоккею справедлив. Об этом заявил главный тренер сборной Илья Воробьев после поражения его подопечных. Он подчеркнул, что теперь хоккеистам необходимо сосредоточиться на матче за бронзовые медали. Тренер финнов Юка Еланин отметил, что гордится своей командой, а также рассказал, как ей удалось нейтрализовать соперника. Соперник ложился под шайбу по три человека. Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в Словакии, уступив в полуфинале Финляндии со счетом 0-2.1. На послематчевой пресс-конференции главный тренер национальной команды Илья Воробьев отдал должное сопернику, однако не стал обвинять своих подопечных в неудаче. Что не получилось у сборной России в матче с Финляндией. Не смогли забросить, упустили несколько моментов в конце матча, надо было больше заносить на пятак, а снаряд не шел. Соперник ложился под шайбу по три человека. А что стало для вас самой главной ошибкой? Хороший вопрос. Будем разбираться, пока свежие эмоции. Согласны с точкой зрения, что финны вышли играть не в хоккей. Они выходили кусаться, биться, не имеет значения, как это назвать. Также по теме. Первое поражение. Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею и сборная России по хоккею проиграла Финляндии в полуфинале чемпионата мира в Словакии. Подопечные Ильи Воробьева уступили со счетом. Что им можно было бы противопоставить? Голы. Можно ли сказать, что результат по делу? К сожалению, да. Игра шла до одного гола, но нам не удалось забросить шайбу. Почему у россиян возникают трудности именно с Финляндией? Во-первых, у них очень системная команда с хорошо организованными действиями. Во-вторых, быстрое нападение. Могли бы вы сравнить матчи со сборными Финляндии и США? Это две совершенно разные команды. Финны – очень цепкая команда, которая играет в обороне, все ловит. Американцы – быстрый, талантливый коллектив. С ними нам было легче. Есть ли у вас претензии к лидерам национальной команды, которые должны были вытаскивать игру в концовке матча? Не буду отвечать на этот вопрос, у них завтра встреча. Чувствуете ли, что звезды команды, такие, как Евгений Малкин, сегодня не показали все, на что способны? Нет, я не хочу винить никого из игроков. Как команде найти мотивацию в матче за бронзовые медали турнира? Уже сказали ребятам, что необходимо готовиться к следующему матчу. Большая победа для нас и наших болельщиков. Своими впечатлениями от полуфинального матча поделился и главный тренер сборной Финляндии Юкаиланин. Он признался, что испытывает чувство гордости за своих подопечных, однако добавил, что главное противостояние их ожидает лишь завтра. Сборная России играет на редкость дисциплинированно. Иностранные СМИ, о полуфинале ЧМ по хоккею с Финляндией в субботу в 16.15 в Братиславе Сборная России встретится с Финляндией в полуфинале Чемпионата мира по хоккею. А.Т. изучил публикации. Мы хорошо держали шайбу в зоне атаки. Специально разделили 8 защитников, чтобы у обороны было больше сил и энергии справляться с форвардами. Кроме того, планировали работать на периметре в зоне нападения, организовывать как можно больше позиционных атак. По моему мнению, это у нас весьма неплохо получилось, рассказал тренер. Интересно, что в полуфинале ЧМ 2011 года, который также проходил в Словакии, сборная Финляндии обыграла Россию со счетом 3.0. Впоследствии она стала обладательницей главного трофея турнира. На тот момент команду также возглавлял Еланин. Было ли у меня дежавю? Честно говоря, воспоминания о том турнире приходили мне на ум, особенно в последние 10 минут. Словакия – счастливое для нас место. Правда, у России в конце были очень хорошие моменты, и она вполне могла сравнять счет. Но наш голкипер сыграл надежно. В 4-5 моментах он спас нас от верных голов. В преддверии первенства планеты часть финских хоккеистов, выступающих в Национальной хоккейной лиге, НХЛ, отказалась присоединиться к сборной. Однако Еланин подчеркнул, что не испытывает по отношению к ним чувства обиды. Я сконцентрирован на тех, кто приехал, тех, кто хочет биться за страну. Именно поэтому мы дошли до финала. Не скажу, что вообще не хочу видеть представителей НХЛ. «Наоборот, я жду наших лучших ребят на следующем чемпионате мира, чтобы команда стала еще более мастеровитой. Но они должны действовать по системе, так, как мы сегодня», – заключил Еланин.